Итак, теперь представьте, Иисус встречается у колодца с самарянкой. Ну, примерно, как молодой благовестник в Курске, возле вокзала, поблаговествует, и тут идут цыганки. Вот вам представьте, например, одинаковый кросс-культурный барьер. Здравствуйте. 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 Итак, представьте себе, вот цыганки промышляющие в вокзале, и подходит баптистский проповедник к ней и говорит, вы не хотели бы еще раз родиться. Что она при этом в этих словах услышит? В лучшем случае он по морде получит. В худшем посчитают, что человек ненормальный, и воспользуются этим. По полной программе. Значит, то есть, скажи, то есть, в той же самой форме одну и ту же весть, если бы Иисус предпринялся. А вот между самаритянами и евреями, вот, кросс-культурный барьер, примерно между русскоязычными цыганами и, значит, русским населением. Вот. То есть, совершенно другая культура, совершенно другие представления, совершенно другие идеи. У меня, кстати, очень интересно, у меня брат из нашей церкви бессионерства в Словакии, значит, среди цыган. Вот тогда он говорит, долго не мог понять, в чем проблема, то есть, представление там о цыганах, как о барахтах и прочее. Он говорит, не понял, что у них совершенно другое представление о собственности. То есть, у нас на собственности представление юридическое. У них на собственности представление функциональное. Если, говорит, я поставлю кружку и скажу, вот, не трогайте, это моя, через пять минут в этом не будет. Потому что это слова не имеющие смысла. Если, говорит, поставлю кружку и скажу, не трогайте из нее, я из нее пить буду, ее никто не трогает. Она так и останется. Потому что у них представление, то есть, собственности функциональное, вот, я не знаю, как здесь вот, в Словакии, вот те, которые там живут, у них вот такая, вот. То есть, у них свои принципы, свои законы, вот. Но они не совпадают с нашими. Вот, совершенно другая культура. Вот. Что же Иисус говорит этой самарянке? Самарянке. Черновой засветлее, тем расходом. Иисус пришла одна самаритянская женщина. Иисус сказал ей, дай мне вот это пицца. А ученики в это время пошли в город купить еды. Ты иудей, а я самаритянка. Как ты можешь просить меня дать тебе напиться? Иудей и не общались с анаритянками. И пользуясь теми же чашек и луками. И если бы ты знал вода или божья, я тот, кто просил тебя напиться, ты бы самому просил его, и отдал тебе живой воды. Господин, тебе даже нечем достать воды из колодца. Откуда же у тебя живая вода? Отец Яков, который оставил нам этот колодец, сам пил из него. И дети его пили, и скот его пил. Неужели это больше нашего отца Якова? Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. А кто будет пить воду, которую я ему дам, тот не будет жаждать Омека. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Господин, дай мне этой воды, чтобы я больше не хотела пить и не приходила сюда за водой. Пойди, позови мужа своего и приходи сюда. У меня нет мужа. Правда, ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя был опять мужем. Тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. Это справедливо, ты сказала? Господин, я вижу, что ты пророк. Наши отцы поклонялись на этой горе, но вы, иудеи, говорите, что мы должны поклоняться Богу в Иерусалиме. Поверь мне, женщина, настанет такое время, когда вы будете поклоняться отцу на этой горе и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, сами только не знаете, чему поклоняетесь. Мы же знаем, чему поклоняемся. И спасение придет от иудеев. Настанет время. И настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине. Именно таких поклонников ищет Себя Отец. Бог есть Дух, но не поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине. Я знаю, что Мессия придет. Когда Он придет, Он все нам объяснит. Это я, который говорит с тобой. Иисус не начинает с ней разговаривать о богатстве и прочее, потому что она меньше всего от Него желает услышать ответа, как к ней наследует жизнь вечную и прочее. Иисус ей дает через знамение понять, кем Он является. Он ей рассказывает о ней. То, чего не знает никто другой, кроме Есумы. И тогда она уже понимает, что Он пророк, начинает Его спрашивать. Но обратите внимание, даже с самого начала Он просто просит у нее попить. Опять же, Он не пристает к ней с вопросом. Он живет жизнь так, что Ему задают вопросы. И когда она уже понимает, кто Он такой, и начинает задавать вопросы, Он дает ответы. И из всей этой тройки, о которой мы говорили, вот самарянская женщина, Никодим и этот богатый юноша, имени которого мы пока не знаем, из них только она одна оказалась достаточно сообразительной, что она тут же бросила этот свой кувшин и побежала рассказывать другим. А и юноша, и Никодим свои кувшины все так еще и таскали. Но обратите внимание, у Иисуса одна и та же весть, но каждому человеку эта весть живет. Он говорит по-своему, при этом Иисус живет так, что Он не пристает к ней с вопросами. Он живет так, чтобы люди задавали вопросы Ему. Как это не похоже на нашу сегодняшнюю стратегию благовестия? Сегодня наша задача... Я уже даже оставляю в стороны вещи, что сегодня у нас... Мы помним теоретически, что великое поручение это идите и научите. Вот. Но исполняем его, если бы оно звучало, идите и зазовите, а мы тут научим. То есть мы не столько о благой вести людям вещаем, сколько рекрутируем их в свою организацию. Вот. И нам зачастую, знаете, просто стыдно делается, когда среди пасторов говоришь, что вот такой есть возможность, давайте эту возможность используем. Например, когда прошла «Мастер и Маргарита», значит, на пике волны, мы тут же сделали семинар, значит, по «Мастеру и Маргарите», «Ложь и правда», значит, в фильме... Ложь и правда в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот. Этот семинар сейчас есть на DVD, кому интересно, они могут у нас его на сайте заказать. Вот. Но... Вот. Момент, понимаете, бывает момент, когда вот нужно что-то сделать сейчас, потому что люди именно этим сейчас интересуются. И на этой пике волны можно людям рассказать, допустим, про тот же «Мастера и Маргарита», рассказать, что же на самом деле это задумал Булгак. Кто уже стал на самом деле главный герой этого повести, если во всех ранних версиях романа ни «Мастера и Маргариты» там вообще нет. Это уже... Они появились на более позднем, значит, чисто, чтобы решить богословскую проблему и так далее. То есть это прекрасная возможность заблаговестовать людям. Вот. Но когда такая возможность под ним попадается, ее нужно использовать, и говоришь по старой церкви, очень часто просто печально, когда есть возможность таким людям сейчас, кто заинтересован рассказать о Христе, они говорят, хорошо, ну проведем мы собрание вот людей из разных церквей, там мероприятий, а в какую церковь они покупают? Вот. Если вы не будете гарантировать, что не появится в нашей церкви, то мы там этим не занимаемся. Вот. То есть задача людей не погибающим в вечной жизни путь открыть, а к себе людей заманить, рекрутировать. такое очень часто у нас видно. И, значит, мы идем и зазываем вместо того, чтобы идти научить. Вот. И самая большая проблема церкви, это уже церковь дает ответы на вопросы, которых никто не задает. У нас ответов полно. Вопрос того, что это все ответы хорошие. Но проблема это все ответы не на те вопросы. Не те вопросы, которые спрашивают неверующие. А если человек не задает вопрос о чем-то, значит ему это не интересно. А если ему не интересно, он не будет слушать. Вот если человек задал вопрос, вот тогда действительно нужно. Каждый заданный вопрос – это возможность. И это возможность, что нужно стараться не упустить. Потому что человек, задавший вопрос, сам он того не понимает, он теперь заложник ответа. Он сам спросил, теперь ему саму придется ответ выслушать. Вот. Но мы так любим цитировать, мы об этом будем говорить немножко позже, там, из первого послания Петра. Будьте всегда готовы дать ответ всякого спрашивающего вас отчета в вашем уповании. Ну, пусть же придут и спросят. Я им дам ответ. Чего ж никто не приходит и не спрашивает? А они спрашивают, потому что разницы-то не видят. Если бы люди видели разницу в нашей жизни и жизни мира, они бы приходили и спрашивали, что же это у вас все не как у людей? А если у нас все как у людей? Если мы с миром дружим, если у нас все как в миру, то, ну, каждый развлекается как может. Знаете, вот весь ответ. Вот. То есть Иисус всегда жил так, что люди задавали вопросы, раз. Во-вторых, Он всегда говорил с каждым человеком на его уровне, на его языке. Он говорил человеку так, как человек может понять. Он не говорил ему там, искупительная жертва, там, слова, которые для неверующего смысла вообще не имеют. Для нас они имеют смысла, для верующих не имеют. А главное, каждый человек говорил ровно столько, сколько человек может воспринять. Но справедливо было сказано, что Иисус же Сын Божий, он сердце человека видит. Нам-то как быть. Нам-то как знать, о чем человеку рассказывать, потому что мы-то ж не знаем, что у него на сердце. Вот об этом мы поговорим после переговора. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!